Приветствую вас. На мой взгляд, ответ эксперта Лидии является самым таким лучшим, полным, рациональным и затрагивающим все аспекты вашей проблемы. Ну, я хотел бы добавить, наверное, что-то от себя, что-то сказать по поводу вашей проблемы. Значит, вы в первой половине своего текста пишете о том, что два месяца, как вы замужем, и живете у моих родителей. Ну, то есть у ваших родителей, ребят. Первый момент. Если вы замужем, то вы, соответственно, со своим мужчиной, ну, мужем, встречались, наверное, до мужества. И, соответственно, встречаясь со своим мужем ранее, с будущим мужем, наверное, вы как-то обсуждали для себя то, вот как вы будете жить вместе. Как у вас все будет происходить, то есть я имею в виду, ну, какая будет атмосфера в вашей семье, как вы будете существовать вместе, как у вас будет происходить, там, досуг, работа, расслабление, релаксация, там, отдых и прочее. Все это, наверное, вы обсуждали. И имея в виду, что ваши родители обладают некоторыми проблемами, то есть у них есть конфликт, ну, то есть это по сути. По сути, это люди очень конфликтные, да, то есть люди, у которых прослеживается очень серьезная конфликтная составляющая. Вот. Вопрос возникает. Как вы обсуждали это с вашим мужем? То есть, ну, вы же, наверное, говорили ему, что у ваших родителей есть постоянные проблемы, есть ссоры. Ваш муж, он также как-то, наверное, на это реагировал. То есть, этими словами как-то к этому относился, то есть у него было какое-то отношение к этому. И вот вопрос, который у меня к вам, это то, как же вы для себя решили этот момент? То есть, как вы, к какому выводу, например, вы пришли с мужем? На что вы рассчитывали? Что вы ожидали? Почему вы согласились создать семью и создать семью жить с теми людьми, которые постоянно ссорятся? То есть, по сути дела, портят атмосферу уже вашей семьи. Может быть, вам стоило подождать с супружеством и озаботиться приобретением отдельного, например, жилья. Или, может быть, как-то еще. Но в любом случае, вы для себя этот вопрос как-то решали. И нужно понять, как именно вы его для себя решали. Потому что, судя по всему, сейчас, на данный момент, вы получаете совсем не то, чего вы ожидали. И вот этот конфликт в ожиданиях, то есть, вы ожидали одного, а получили другое. Разница в целях, а цели, к сожалению, здесь тоже имеют достаточно большое отношение. И создает ваши проблемы. То есть, определите еще раз, чего вы хотите для себя и для своей семьи. Поговорите с мужем, как он это видит. Это, ну, тоже очень важно. Как он видит то, что, например, вы живете с теми людьми, которые там все время ссорятся, грубо говоря. Как он, грубо говоря, к этому относится. Как он видит ваше будущее, как вы видите ваше будущее. Вот об этом нужно думать. И вам необходимо подкорректировать, по сути дела, свои цели и ожидания от того, что у вас сейчас есть. А сейчас у вас есть то, что вы живете на чужой территории. Да, со своими людьми, но с людьми, которым не очень-то важно, как вы будете вообще себя чувствовать. То есть, если вы пишите мне свою болезнь, если вы видите связь между болезнью и ссорами ваших родителей, я вот здесь не очень хорошо, правда, понял. Если есть ли реальная связь или нет, ну, не суть. Важно в данном случае. Родителям в любом случае все равно, как вы чувствуете и как вы живете. Родителям именно важно, что у них вот ссоры, у них свои проблемы, у них свои трудности, они эти трудности по сути дела и риса. И им вообще-то все равно на вас. Уверен, что вас они использовали очень часто в качестве аргументов своих ссорах. Вот. И в таком случае вам нужно понимать, что необходимо определить, чего вы все-таки хотите для себя, для своей семьи. Вот прямо просто определить, что вы хотите для себя. Сейчас у вас есть не только роль дочери, но и роль супруги и роль женщины для своего мужчины. И вот постарайтесь подумать, ваш мужчина, он как долго будет терпеть то, что сейчас происходит? Вот на данный момент. Как долго ваш мужчина будет терпеть то, что сейчас происходит с вашей семьей? Ему нравится жить, например, в условиях постоянных ссоров и скандалов? Я не думаю. Он терпит это ради вас, потому что, ну понятно, лично ему это все не нужно. Ну и вот попробуйте для себя определить, сколько это продлится по вашему мнению. То есть на сколько хватит вашего молодого человека. И когда, если вы на этот вопрос сам себе ответите, то я думаю, вам будет куда проще, я думаю, вам будет куда легче понимать, в какую сторону вас двигаться. То есть пофигистически действительно относиться к ситуации, которая у вас складывается нельзя, это довольно сложно. Но и вам нужно понять, что родители люди взрослые, что у них есть свои годами формируемые проблемы. И вот так просто эти проблемы не уйдут. Как вам правильно заметила эксперт Лидия, нужно, чтобы люди захотели эти проблемы решать. А ваши родители эти проблемы решать не хотят, к сожалению. И, соответственно, раз они не хотят решать свои проблемы, вы за них их не решите. И также вам нужно понимать, что если ваша мама просит вас не общаться со своим, то это не что иное, как использование вас в качестве аргумента для спора с ним. То есть ваша мама не думает о ваших чувствах, ваша мама не думает о том, что вам может быть это все тяжело. И главное доказать свою собственную правоту. И главное доказать, что она права и больше ее особо ничего не волнует. И в таком случае, если человек не думает о вас, я надеюсь, мы с вами этот момент достаточно четко определили, что человек о вас вообще не думает совсем. Так вот, если человек о вас не думает, то почему вы должны думать о нем? Почему вы должны делать то, что хочет ваша мама, если она о вас при этом не думает? Соответственно, любой адекватный человек понимает, что нельзя выделять кого-то из родителей больше, это плохо, негативно, некрасиво и так далее. Но ваша мама определенно настолько погрязла в конфликте с отцом, что уже это не воспринимает. И поменять ее убеждения вам не получится. А значит, единственный выход здесь это действительно занимать нейтралитет, не поддерживать ни того, ни другого. Поэтому заявить родителям четко свою позицию, что вы не собираетесь участвовать в их конфликтах, что вы будете поступать так, как вы считаете нужным. А вы считаете нужным общаться одинаково с каждым из них, просто потому что это правильно, это верно, это соответствует тому, что вы считаете ценным и справедливым. И вас, вообще-то говоря, не так сильно беспокоит тот факт, что они с этим могут быть несогласны. Вот. Это единственное, что вам можно сделать. Также единственное, что вам можно сделать, это вместе с мужем и отчасти, я бы сказал, ради мужа подумать о будущем своей семьи. И подумать, что вот так жить вам, конечно, нельзя. А если вдруг вы, например, забеременеете, вдруг у вас будет ребенок, то ребенок будет расти, по сути дела, в постоянных ссорах, в постоянных конфликтах. И это будет еще хуже уже не только для вас, но и для ребенка будущего тоже. Я уж не говорю сейчас про вашего мужчину. Вот. Думаю, что именно так вам и нужно выстраивать свое поведение и свое позитие. Значит, далее. Есть в вашем тексте и такая фраза «Странное чувство, я все равно помню, как они меня любили, и не могу относиться к этому пофигистически». То есть надо понимать, что вы поняли, вы помните, как они любили вас и как эта любовь к вам их объединяла. Если, опять-таки, я правильно вас сейчас понял. И коли так, коли вы помните, как любовь к вам родители объединяла, то, наверное, вы и думаете, что из-за вас еще они ссорятся. Если это так, то от чувства вины нужно срочно избавляться. Вы ни в чем не виноваты. Родители ссорятся не из-за вас. Родители ссорятся из-за своих проблем. И никто не заставляет их быть вместе. То, что они продолжают быть вместе, говорит о том, что либо им некуда идти, либо все равно где-то в глубине души они чувствуют, что друг другу нужны. Но вам нужно смотреть на них больше, как на людей с позиции человека, а не с позиции их ребенка. Потому что в этой позиции вы выступаете сейчас гораздо меньше. А мне кажется, что и вообще не выступаете. И вот чем быстрее вы эту давность примите, тем легче вам будет принимать решения и легче будет адекватно себя с ними вести. Еще раз повторюсь, если у вас есть какие-то обиды и проекции отношения к родителям на себя, то вот с этим нужно разбираться. Вам это в жизни может очень сильно помешать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!